О том, что в семье Силаковых произошло горе, сначала узнали в школе. Назар, любимец всего класса, веселый, подвижный, сообразительный, стал неважно себя чувствовать, быстро уставать, при движениях испытывать сильную боль. Назар тяжело заболел. У меня начала болеть в ребрах, как будто бы там картошина большая стоит. Мы пошли на УЗИ и выявило то, что опухоль. И кость начала разваливаться. В апреле 2011 года шестилетнему Назару врачи поставили страшный диагноз – злокачественный гистеоцитоз, очень редкое онкологическое заболевание, до конца не исследованное. Два года мама ребенка Анна Силакова добивалась направлений в онкологические клиники, где могли бы помочь. Тюмень, Москва, Екатеринбург – заболевание ослабило иммунитет, стало поражать внутренние органы. Мальчика прооперировали. Мне в шесть лет сказали это. Конечно, это, наверное, больше всего убило маму, да? Да. Как ты ее поддерживал? Всякое, разное. Что говорила? Успокаивала ее чаще всего. Она из больницы приходила, сразу плакала. Когда он операцию уже забирали, мне говорит, мам, ты будешь меня ждать? Я говорю, конечно. Заплакал, говорит. Я боюсь, что я тебя больше не увижу. После операции лечение не было назначено. Рецидивы продолжались. Анна Силакова обивала пороги Надымской больницы, добиваясь направления на лечение. У Назара отказывали ноги. Он долгое время находился в гипсе. Его поддерживали одноклассники. Ну, чтобы выздоровел. Такое там письмо, чтобы ты выздоровел. Ну, чтобы здоровья, ну, желали. Мы ходили к нему в гости по очереди. Каждый день. Всем классом пытались собирать деньги на его лечение. Весь город собирал деньги на лечение. И он, поехав в ту больницу, его там вылечили. Ту больницу Анна Силакова искала в интернете. На лечение гистиоцитоза специализируются клиники в Японии, Германии и Израиле. Она отправила запросы, выслала медицинские выписки. Израильская клиника Шнайдер откликнулась сразу и согласилась на лечение Назара. Нужны были деньги. Спасибо большое Мацейко Али Степановне и Александровой Людмиле. Вот им большой плюс то, что вот они, конечно, подняли общественность. И они, в принципе-то, можно сказать, что они меня и заставили это сделать. Инициативная группа поддержки обратилась с просьбой о помощи к депутату ЗАГС Собрания Ямала Сергею Меньшикову. Он взял это обращение на контроль. Была большая помощь со стороны Меньшикова. То, что даже пусть это не сказать, чтобы это много, но, по крайней мере, он дал разрешение на распространение информации той же самой. Это уже помощь большая была, потому что деньги перечислялись с вахтовых поселков, очень много перечислялись. Люди звонили, люди узнавали. То есть и с Емсавея, и с Харсавея, и с Баваненкова, отовсюду, отовсюду люди звонили, узнавали, что перечислялись средства. С поселков, со всех, Ягельный, Приозерный, Ланг-Юган, оттуда, отовсюду. Вторая школа вообще, конечно, молодцы, молодцы. Дети вот, молодцы. Дети, преподаватели, преподаватели звонили из большой школы, с маленькой вот школы, с младшей звонили, все узнавали. Вот с многих организаций здесь, над ними звонили, узнавали. Конечно, я говорю, большое всем спасибо, огромное всем спасибо, вот, то, что вот так вот отозвались. В общей сложности было собрано 1 миллион 700 тысяч рублей. Силаковы отправились в израильский Петахтикво, где Назару оказали квалифицированную помощь, назначили и провели лечение. И поставили еще один диагноз, вызванный основным заболеванием – сахарный диабет. Там мы проходили, нам делали химию, нам делали лучевую. Потом мы были на поддерживающей терапии месяц, сейчас никакого лечения, ничего у нас нет. Единственное, что вот по диабету – это диета, то есть не сладкого ограничивать, сладкое, соленое, вот это вот все. Ограничение, конечно, физических нагрузок, но и полная противоположность простудным заболеваниям, что никаких простудных заболеваний, ничего. Потому что так как нет иммунитета, оно дает развитие новых рецидивов. В ближайшие 5 лет нужно быть просто на чеку, чтобы при каждом каком-то изменении в его здоровье, где-то что-то, сразу же нужно бить тревогу. 1 сентября Назар Силаков пошел в школу в свой любимый 3-й А. Мы все кричали, радовались, все прыгали, бегали, не знаю из-за чего. Обнимали его? Да. Он веселый, такой хороший, любит пошалить. Иногда может девочек побежать, но все равно с ним весело, с ним весело, играть интересно. Ну и играем тоже, он же сейчас может бегать, то что в больнице был, он тоже может побаловаться. Назар Силаков рассказывает его учительница Елена Стародубцева, обычный озорной парнишка. Аккуратный, старательный, сообразительный. Он может как защитить девчонку в драке, так и сам эту драку организовать. Но то, что ему пришлось пережить, отличает его от других. Вы знаете, в прошлом году, когда они были в больнице, и он вернулся, я ему говорю, Назар, ну как дела? Он говорит, пока все идет, как он мне говорит, пока я держусь у меня. Я говорю, что значит пока, ты должен держаться всегда у тебя, мама и сестра. Все, ты их не тыл, что значит пока? И он мне сказал, Лена Александровна, знаете, у меня, наверное, еще все хорошо. Знаете, сколько там боли? То есть он настолько, и у него такие вот взрослые глаза, что этот ребенок действительно не просто видит, он чувствует эту чужую боль. Поэтому я думаю, что он может в принципе связать себя с медициной, потому что он понимает значимость этой науки вообще. Он обычный мальчишка, но такой стойкий, такой стойкий оловянный солдатик. Назару в феврале исполнится 10 лет. Четвертый год он борется с болезнью. И у него все получится, потому что он любит жизнь. Оксана Захарова, Олег Зубко, телевидение общества «Газпром» Добыча на дым.